Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 24 января и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Форекс. Неопределенность ситуации по-прежнему остается основным фактором поведения валют на рынке. С одной стороны, веские поводы для активизации продаж вроде бы отсутствуют, но с другой стороны, и причин для уверенных покупок тоже не видно. Евро-доллар в этой связи продолжал волатильно торговаться в боковом диапазоне. На вчерашних торгах утренний спад валюты был полностью выкуплен уже на европейской сессии. Быкам даже удалось подступиться к верхней границе нисходящего канала, сформировавшегося в ценовом движении пары в последние дни. Тем не менее, третья с 18 января неудачная попытка вернуться к уровню ключевого сопротивления 1.34 показала явную неспособность пары возобновить восходящее движение. Не помогли при этом даже сверхпозитивные данные по деловым настроениям в Германии от Института ЗЭФ. Максимум, который был достигнут вчера, зафиксировал уровень 1.3354. Но и здесь задержаться не удалось. Падение индекса доверия предпринимателей к экономике Франции стал катализатором нового снижения валюты, курс которой вновь протестировал минимумы недели на отметке 1.3264. Позднее на исходе торгов евро-доллар несколько откорректировал падение, завершив дневную торговлю практически на уровне ее открытия 1.3317. Учитывая, что на вчерашних торгах пара по существу не изменила своего положения, сохраняем на сегодня наш предыдущий прогноз. Боковое движение валюты в диапазоне 1.3340-1.3266. Пробой одной из границ диапазона определит дальнейшую динамику валюты. Если удастся продвинуться к ключевому уровню сопротивления 1.34 и преодолеть его, последует продолжение подъема к ценовым уровням 1.3428 и 1.3456. Если же будет пробита нижняя граница диапазона, евро-доллар начнет активное снижение к целевым уровням 1.3250 и 1.3226. Снижение пары фунт-доллар на азиатской сессии среды было остановлено публикацией в Великобритании довольно сильных трудовых показателей. Согласно отчету, количество безработных в Великобритании сократилось в декабре на 12 тысяч человек. Уровень безработицы в стране также сократился до уровня 7.7%. Данные по рынку труда оказали британскому фунту существенную поддержку, развернув его курс от предыдущего снижения и позволив паре вновь вернуться в зону трехдневных максимумов. Тем не менее, восстановление оказалось неустойчивым. Падение евро-доллара на американской сессии увлекло за собой и британскую валюту. Курс пары от достигнутого максимума 1.5892 стремительно снизился, протестировав утренние минимумы и закрепившись в узком боковом диапазоне вблизи ценового уровня 1.5830. В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение восходящей коррекции пары и подъем курса британской валюты к целевым уровням 1.5846, 1.5892, 1.5910 и 1.5947. Возобновление нисходящее в движении станет актуальным только после пробоя ключевого уровня поддержки 1.58 и закрепления пары под ним. Целью снижения в этом случае станет ценовой уровень 1.5773. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на сегодня. Ценовая динамика металлов на вчерашних торгах изменила положение золота. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него вернулось на уровень 1.689 долларов за тройскую унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующим целям 1.697 и 1.705 долларов за унцию. Ближайший уровень поддержки металла остался на уровне 1.683 доллара. Если он будет пройден, возможно дальнейшее снижение к целевым уровням 1.680 и 1.673 доллара за унцию. Уровень сопротивления для серебра после вчерашнего роста металла достиг уровня 32 доллара 60 центов. Если возобновится движение вверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевому уровню 33 доллара 20 центов за унцию. Уровень поддержки серебра находится сейчас на отметке 32 доллара. Если котировки преодолеют его, снижение продолжится далее к целевым уровням 31 доллар 60 центов и 31 доллар 20 центов за тройскую унцию. В экономической статистике четверга Китай, Еврозоны и США представят месячные индексы деловой активности в производственной сфере своих регионов. Кроме того, аналогичные показатели вместе с индексами деловой активности в сфере услуг будут представлены и по ведущим экономикам Еврозоны Германии и Франции. А в статистике из США, как обычно, выйдут еженедельные показатели количества первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице. Напоминаем, что в Давосе, Швейцария, в эти дни проходит ежегодный мировой экономический форум. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.